Итак, мы продолжаем изучать мнение итальянских болельщиков об Эльдоре Шамуродове, узбекском футболисте, который в недавнем матче Ромы против Венеции смог отметиться с забитым мячом и голевой передачей. Правда, это не спасло команду. В итоге Рома проиграла 2-3, но здесь, понятное дело, к Шамуродову никаких вопросов, он старался как мог. И вот на фоне этой встречи мне, конечно, стало интересно, а что там пишут иностранные фанаты, итальянцы, касательно данной игры. Давайте разберемся. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал тут самые интересные комментарии о действиях Шамуродова. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 2021, Калуцкий, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Валентина Рассиньоли написала, Шамуродов показал свои лучшие качества. Скорость, игра на команду, хороший удар. Если бы ему чуть больше повезло, то он оформил бы два мяча и три голевые передачи. А мы бы выиграли встречу. Но это, наверное, намек на те эпизоды, когда Эль Шарави и Абрахам не реализовали моменты, созданные Шамуродовым. Шарави пробил прям в голкипера, но Абрахам попал в штангу. Ну и плюс к этому мы помним, что у Шамуродова был еще один момент, когда он чуть было не забил, хорошо бил в угол, но не сложилось. Поэтому да, был бы чуть больше везения в этой встрече, Шамуродов оформил бы пять очков по системе гол плюс пас за одну встречу. Андрея Барба. Ужасная игра команды. На фоне того, что творилось на поле, даже Шамуродов смотрелся как Тотти лучших лет. Представьте, насколько ужасна форма остальных игроков. Тициану Дефилья написал, лишь одна победа в семи матчах. Какой-то кошмар. Мауриньо нужно встряхнуть команду и сделать перестановки в основном составе. Почему так доверяют Абрахаму? Он ничего не показывает. Его ставят просто потому, что он из Челси. Лучше бы сделали ставку на Шамуродова. Вот его выпустили в основе, и он забил гол и отдал голевой пас. А если сделать его единственным нападающим и играть на него, я думаю, он будет еще эффективнее. Но возможно, возможно, стоит больше давать шансов и больше возможностей Шамуродову. Тогда он и забивать будет почаще. Но я думаю, сейчас после такого матча вопрос о возможном уходе Шамуродова из Ромы он снимается. Даниэль и Фалько. Мне кажется, Мауриню нужно чаще использовать связку Абрахама и Шамуродова. Сегодня оба мяча стали результатом их совместной деятельности. Ну, то есть, свой гол Абрахам забил с передачи Шамуродова, а Эльдор Шамуродов забил после удара Абрахама, сыграв, так скажем, на добивание. Фабио Паэсси написал. Когда я смотрю на игру Шамуродова и Абрахама, я удивляюсь, почему узбек стоил 18 миллионов, а англичанин 40. На что Лусиано Щиано написал. Абрахам сильнее только своей медийностью. Он игрок из Челси, а потому его воспринимают как звезду. А по факту он ничем не сильнее Шамуродова. На что Фабио Паскини написал. Абрахам слабее Шамуродова во многих игровых моментах. Игра в пас, работа в защите, скорость. Узбек сильнее Абрахама во многих моментах игры. Ну вот здесь я отчасти готов согласить с такой ощущением, что Абрахама ценят, потому что он пришел из Челси, пришел за 40 миллионов и типа раскрученный футболист. При этом, сами обратите внимание, перед сегодняшним матчем с Венецией, где он забил, у него было несколько матчей без забитых мячей в принципе. Вот вам, пожалуйста, и бомбардир из Англии. Переоцененный, на мой взгляд, футболист и Шамуродов может быть полезнее для Ромы, если ему будут давать шансы. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.